Девочки, всем привет! Сегодня я к вам в своем видео, и сегодняшнее видео будет про мои последние покупки, покупки в этом месяце, в конце января. Наверное, это первое видео с покупками, которые я вам в этом месте показываю, но у меня есть достаточно внушительная коробочка. Это все, что я собрала из моих недавних покупок, все вам буду показывать. В этом видео будет декоративная косметика, в этом видео будет уходовая косметика. Про большинство средств у меня уже сложилось первое впечатление, поэтому, как всегда, без долгих разговоров давайте начинать и поехали. Итак, будем начинать в рандомном порядке, и первое, что у меня лежит, коробка издает какие-то непонятные звуки, первое, что у меня лежит, первое, что я себе купила, это новый фиксирующий спрей, и на этот раз это производитель Golden Rose. Вы знаете, что у меня уже было несколько фиксирующих спреев, и, если честно, то фиксирующий спрей стал для меня чем-то незаменимым. Но, девочки, не в плане того, что фиксирующий спрей как-то помогает мне продлить стойкость макияжа, нет. Мне просто нравится ощущение некой свежести, что ли, мне нравится ощущение отсутствия пудровости на коже в конце макияжа, поэтому всегда пользуюсь фиксирующими спреями. У меня уже закончилось два фиксирующих спрея, один от Cover Fix, который мне вообще не понравился, и второй у меня закончился от Wet n' Wild, который мне понравился, он у меня в пустых бантиках, я вам про него расскажу подробнее в пустышках. На этот раз решила попробовать с Golden Rose, просто потому что здесь больше объем. В Cover Fix 30 мл, в фиксирующем спрею Wet n' Wild, по-моему, тоже либо 30, либо 50 мл, здесь целых 120 мл. Стоит он приблизительно точно так же, как и Wet n' Wild, может быть, немножко Wet n' Wild подешевле, но, как я вам сказала, здесь гораздо больше объем, и поэтому я решила попробовать этот спрей. Что нам здесь обещает производитель? Производитель обещает, что спрей продлит стойкость макияжа и придаст естественный финиш, натуральный финиш макияжу, то есть здесь не шиммерный финиш, не влажный финиш, здесь не матирующий спрей, здесь натуральный финиш, точно такой же, как в спрее от Wet n' Wild. Это самый идеальный для меня вариант. Мне не нравится слишком сияющая кожа, но не в плане слишком сияющая, в плане присутствия блесток на ней. И это как раз-таки то, что давал мне спрей-финиш от Cover Fix, в нем были блестки, мне это не нравилось. С другой стороны, кожа у меня нормальная, склонная к сухости, поэтому абсолютно мне не нужно мотирование, поэтому как раз-таки натуральный финиш самое оно. Здесь присутствует одушка, говоря про одушку, легкая, очень цветочная одушка, достаточно мелкая, приятное распыление, но все равно на почтительном расстоянии нужно эту бутылочку держать, потому что если слишком близко к лицу подставить, то может он бить струей, особенно в первое нажатие. Дальше, давайте двигаться дальше, и давайте мельком я вам покажу свой автозагар, который сейчас на мне. И давайте я вам покажу руку, мне кажется, на руке он более заметен. Вот такой оттенок оливково-желтый оттенок этот автозагар дает. Я с ним еще только учусь обращаться правильно, потому что это мой первый автозагар в виде мусса. Здесь производитель у нас Сент-Морис, и здесь 200 мл. Мне нравится в нем все, мне нравится ультра темный оттенок, он не настолько прям темный, чтобы превратить вас в слишком темнокожую девушку, но при этом смотрится очень натурально. Мой естественный загар, когда я загораю на солнце, всегда имеет немножечко, совсем маленькую-маленькую долю чего-то оранжевого, и основной потон в моем загаре на моей коже это оливково. Как раз-таки такой потон этот автозагар дает, поэтому я осталась им довольна. Наношу на ночь, спустя 6-8 часов, сколько у меня получается поспать, я его смываю. Если с ним обращаться аккуратно, то он не оставляет никаких разводов, не оставляет пятен. Но работать нужно очень-очень быстро, потому что схватывается моментально, но так как он имеет цвет, то есть он сразу идет коричневого цвета, заметно, где есть разводы, где нет разводы, и сразу же можно все это дело подправлять на теле. Поэтому мне он нравится, но опять-таки я немного криворуга, поэтому он не всегда у меня получается, особенно с руками, работать правильно, и не всегда на руках он у меня ложится ровно, но сравнивая с теми же автозагарами от Гарньера, от нашего производителя белорусского марка, конечно, это совсем другой уровень и в плане оттенка, и в плане удобства, в плане нанесения, и плюс здесь опять-таки достаточно большой объем, 200 мл, поэтому еще одна покупка, которой я осталась довольна. Так, мои хорошие, двигаемся дальше, следующее средство, это уже уход, и это ополаскиватель бальзам, бальзам ополаскиватель облепиховый, максимальный объем, и производитель у нас облепиха Сиберика, я так понимаю, что это Натура Сиберика, бывший производитель, почему-то он стал облепиха Сиберика, но неважно, я думаю, что вы узнаете этого производителя и по узорам, и по их облепиховой серии, первый раз я пользуюсь облепиховым бальзамом от Натуры Сиберики, облепихи Сиберики, До этого у меня были, наверное, все бальзамы, которые есть в фиолетовой упаковке, в серой упаковке, в белой упаковке, но вот облепихового я не пробовала, как раз таки потому, что написано, что он придает волосам объем, мне объем не нужен, у меня волосы пушатся. И так замечательно, объем у меня в принципе всегда присутствует, если я волосы не выпрямляю, поэтому никогда на него не обращала внимания. Но когда решила попробовать что-то с натуральным составом, что касается волос, я очень люблю натуральную косметику, косметику с натуральными ингредиентами, потому что мои волосы просто не воспринимают ничего другого, и в 99% случаев это перхоть и зуд, и ничего мне не подходит, поэтому и шампунь, и бальзамы стараюсь использовать только с натуральным составом. Здесь с составом все в порядке, здесь огромное количество масел, масло алтайской блепихи, варканское масло органы, масло семян белого, сибирского льна, калина, шиповник. И девочки, к самому составу, вот я смотрю в состав, чтобы ничего не забыть, все вот эти экстракты идут на первом месте, то есть сразу после воды идет экстракт тысячелетника азиатского, и далее идут все экстракты, которые я вам перечислила, и только в самом-самом конце. Кстати, здесь также есть витамины В1 и В2, что очень важно для волос, очень неплохо для волос, и только в самом конце идут какие-то химические добавки для того, чтобы все это, естественно, имело форму бальзама, и для того, чтобы оно хранилось. Мне очень нравится, что это достаточно густое средство. Аромат облепихи, я знаю, что такое облепиха, я мажу даннику нос облепихой очень часто, пахнет как раз-таки этой самой облепихой, очень натуральный аромат, который не слишком задерживается в волосах, я бы сказала, что через пару часов его практически не слышно. На данный момент этим бальзамом очень довольны, и, кстати, здесь, естественно, нет ни СЛС, ни парабенов, поэтому классный бальзам, огромный здесь объем, сколько здесь у нас, здесь 500 миллилитров, и по какой-то причине вот в таких упаковках в огромных натура Сиберика, облепиха Сиберика стоит гораздо дешевле, чем в таких пластиковых тубах, в которых, кстати, меньше объема, но стоимость дороже. Поэтому, если будете покупать, то обратите внимание именно на такие упаковки, они получаются гораздо экономичнее. Так, девочки, двигаемся дальше, и следующее, что я вам покажу, опять-таки, средство по уходу за волосами, и это моя вторая бутылочка спрея для волос от Vitex. Так, достала из моих пустых баночек, вот эта первая у меня бутылка закончилась полностью, и вот это у меня уже второй тюбик, вторая бутылочка этого спрея для волос, серия называется Shine Nutrition, блески питания, здесь 100% органовое масло, спрей сияние для всех типов волос, который нам должен не утяжелять волосы. Здесь огромное количество применения этого спрея, я пользуюсь каждый вечер перед тем, как ложиться спать, несколько раз пшикаю на волосы, и всегда я пшикаю на влажные волосы, и пшикаю уже больше, чем 2 пшика, пшикаю, наверное, пшиков 5, потому что очень неплохо в волосы впитывается этот спрей. Здесь, опять-таки, неплохой состав. Конечно, состав не такой шикарный, как у Натуры Сибирики, но органовое масло присутствует, оно идет в самом начале, несмотря на то, что этот спрей жиденький, я думаю, что заметно по бутылочке, насколько он жидкий, консистенция в нем достаточно маслянистая, поэтому, если волосы у вас прямые, если волосы у вас тонкие, то я не думаю, что вам он слишком сильно подойдет, но мне кажется, что он будет утяжелять, но если волосы у вас пушатся, и они прям вот во все стороны топорщатся, если они вьющиеся, если они кудрявые, и вы как-то хотите это сгладить и придать действительно блеск волосам, то этот продукт работает, но, опять-таки, повторюсь, что работает на таких волосах, которые я вам описала, и такие волосы как раз-таки у меня. Очень часто девочки с другим типом волос пишут в комментариях, что на них этот спрей не сработал, поэтому, опять-таки, подчеркиваю, что если волосы пушистые, волнистые, кудрявые, то, скорее всего, подойдет, если нет, то присмотритесь к чему-нибудь другому. Так, девочки, следующее средство, которое я вам покажу, это, опять-таки, уход, это уход за ресницами и за бровями, я решила купить себе что-то укрепляющее для того, чтобы сделать погуще как ресницы, так и брови, и обратилась к производителю ДНЦ, либо ДНК, я так и не посмотрю, как он правильно называется, ДНЦ, написано ДНЦ косметика. Это российский производитель, опять-таки, с очень натуральными составами и с очень бюджетной ценой. Это средство, как я вам сказала, для бровей и ресниц, оно идет в форме обычной туши, и когда ее достаешь, то здесь кисточка изогнутая, и с помощью этой кисточки средство наносится и на брови, и на ресницы. Здесь супер классный состав, в котором одни масла. Сейчас я вам его зачитаю. Масло касторовое, масло облепиховое, масляной раствор витамина А, провитамин В5 и масло чайного дерева. Все, больше никакой бяки не добавлено. В принципе, это, так скажем, то, что продается в аптеках, то, что рекомендуют в аптеках, как раз-таки для того, чтобы брови, ресницы были гуще, чтобы росли быстрее. Но все это собрано уже в одной упаковке, в одном тюбике. Здесь у нас 12 мл, очень удобный дозатор, очень удобная кисточка, классный состав, поэтому никаких претензий, опять-таки, быть не может. Единственный момент, пока не могу судить, насколько эта сыворотка эффективна, только потому, что пользуюсь в меньшей неделе, поэтому пока результатов ждать рано. Но, естественно, обязательно дам вам знать, работает это средство, либо нет. Работает лучше, чем мое масло авокадо, которое я в тех же целях использовала, либо нет. Все это вам расскажу, либо в пустышках, либо в своем обновленном уходе. Так, девочки, еще одно средство, и это средство для бровей. Это хна для бровей, потому что я собираюсь подкрасить немножко свои брови. Меня совсем не интересует закрашивание самих волосков, меня интересует закрашивание именно кожи под волосками. И это у нас секси брау. Секси брау. Интересно, получится ли, либо не получится. Все это с вами протестируем, я думаю, в следующем влоге. Как называется производитель? Так называется, наверное, секси брау? Секси брау хэна? Я так предполагаю. Наверное, да. В этом наборе у нас 5 капсул, и это темно-коричневый цвет. Здесь у нас капсулы и какой-то раствор для того, чтобы эти капсулы разводить. Оттенок у меня темно-коричневый. Производитель обещает, что средство задержится на бровях. На бровях сколько? На волосках 2 месяца, и на коже под волосками до 2 недель. Это средство, кстати, специально для домашнего окрашивания. Здесь такие маленькие, типа ватных палочек для того, чтобы это средство наносить. И давайте смотреть, что у нас еще в составе. Это вот эти капсулы, про которые нам говорил производитель. Мерный стаканчик и раствор минеральный для разведения хны. Все это, опять-таки, мы с вами обязательно во влоге протестируем. И, кстати, заказывала я вот эту хну на Wildberries, как и большинство из того, что я показываю в сегодняшнем видео. Все ссылки я буду оставлять внизу, если внизу написано только название, ссылки нет. Это значит, что я покупала этот продукт в обычном универмаге в Борисе, то есть в обычном магазине. И, естественно, там нет никаких ссылок, поэтому смотрите уже в своих магазинах белорусской косметики, либо обычных универмагах. Так, мои хорошие, двигаемся дальше. Следующее, что я вам покажу и на что я уже снимала. Отдельный обзор – это тушь для ресниц, новая тушь от Belita, Belita Luxury. Ссылочку на подробный обзор ставлю где-нибудь здесь. Здесь отличается от моих предыдущих тушей Belita Luxury только тем, что здесь есть пометка о том, что это ультра-темный угольный черный цвет. Сейчас она у меня на ресницах. Не знаю, насколько камера передаст ее действительно очень черный угольный цвет. Здесь силиконовая кисточка, очень удобный бочонок. Тушь мне однозначно понравилась, но это тушь из тех, которым нужно время для того, чтобы разноситься, для того, чтобы не собираться на кончиках ресниц, не превращать все в одну такую толстую густую ресницу. Поэтому этой туши однозначно нужно время. Вот я ей пользуюсь уже на протяжении недели, и с каждым днем она мне нравится все больше и больше. Но при этом эта тушь однозначно не конкурирует у меня с Belita Luxury в серебряной упаковке. Она мне понравилась больше. Эта тушь, опять-таки, дает удлинение, дает объем, и она подкручивает неплохо ресницы. И плюс вот этот черный цвет, она действительно очень-очень черная. Очень много девочек посоветовали мне тушь в коричневой упаковке, которая имеет коричневый цвет. Говорят, что очень удачно она смотрится на ресницах. Поэтому я думаю, что мы ее также протестируем, как и тушь, по-моему, Amore. Вы мне рекомендовали от Belita, которая, как вы написали, очень неразрекламированная, но очень крутая. Поэтому они у меня в листе ожидания стоят. Как только появится, то обязательно будем с вами эти туши тестировать. И говоря про туши, меня, как говорится, понесло. Я купила себе две туши в этом месяце. Вторая тушь это Vivienne Sabo, и это их знаменитая Cabaret Premier. Я, наверное, единственный человек, который не пользовался этой тушью. И я решила это упущение, в общем-то, исправить. И решила для себя эту тушь приобрести. Здесь, опять-таки, все-таки же заявление, драматический объем, драматическое удлинение. Она у меня еще не вскрытая. Если хотите, то я сделаю отдельный обзор на эту тушь и сниму отдельное видео с первым впечатлением, так же, как я снимала про Belita. Если не хотите, то я могу вставить ее просто в видео, в какую-нибудь собиралку и не заострять на ней свое внимание. Так я ее открыла. Интересный достаточно тюбик. Здесь у нас пометка про то, что здесь 9 мл. Belita, кстати, 12 мл, говоря про объем. Также пометка о том, что эта тушь сделана в Италии. Но Белитовская тушь, кстати говоря, в ней есть пометка о том, что она также произведена из итальянских компонентов. Здесь кисточка, опять-таки, силиконовая. Она гораздо уже, гораздо меньше. Как я и сказала, мы с вами ее обязательно протестируем. Не слышала ни одного отрицательного отзыва. На Wildberries она стоит дешевле всего. Она стоит 5 белорусских рублей. Это 2,5 доллара, там 5 с копеечками. Поэтому, если будете покупать, то лучше заказывать на Wildberries, потому что, например, в моих местных магазинах она стоит ровненько, в 2 раза дороже. Выкнемся дальше. Что у нас здесь осталось? Остались ресницы от Ardell. Вторые мои ресницы от Ardell. Это их знаменитые Wispies. Это обычные Wispies. До 30 применений, профессиональные ресницы, бла-бла-бла. Накладные ресницы многоразового использования для визажа глаз. Вы знаете, что я люблю ресницы. Вы знаете, что я люблю делать макияжи. В последнее время больше для Инстаграма, потому что в Инстаграме как-то они лучше просматриваются и больше к ним, что ли, внимания, чем на Ютубе. Поэтому всегда мне нужны ресницы накладные. Без накладных ресниц, к сожалению, не получается такого эффекта, как с накладными ресницами. Ресницы от Ardell Всех Ванет. До этого у меня были ресницы от Kiss. Это, наверное, мои самые любимые ресницы. Также мне очень нравятся ресницы с Алиэкспресс, которые из натурального ворса сделаны. Они, кстати, присутствуют практически на всех моих фотографиях и практически во всех макияжных видео. Но что касается этих ресниц, смотрите, они смотрятся очень неплохо. Здесь достаточно узкая лента, поэтому я предполагаю, что их будет удобно клеить. Естественно, вы их увидите в макияжных видео, и я дам им свою оценку. Но судя по рейтингу и судя по тому, скольких людей они устраивают, мне кажется, что мне они тоже должны понравиться и подойти. Дальше, девочки, два средства уходовых, которые я вам покажу. Это новинки от Белиты. Белита выпустила серию White Detox. Нашла я эту серию у себя в местном универмаге. Называется «Безупречное очищение». И я себе приобрела два средства. Вот это первое, что я вам показываю. Это пилинг-скатка для лица, минеральное очищение и мотирование. В составе у нас белый уголь, молочная кислота, какая-то интересная Ray System, которая снимает покраснение. И, в принципе, все из хороших ингредиентов. Касаемо объема здесь 75 миллилитров ингредиентов. Я так сказала, как будто бы я буду готовить из нее салат. Ну, в общем, вы меня поняли. Касаемо компонентов здесь больше ничего хорошего не указывается. Белита иногда грешит тем, что у нее не совсем хорошие составы, но будем смотреть, будем разбираться. Касаемо объема здесь 75 миллилитров. И это меньше, чем белитовская, например, пенки-скатки, маски-скатки, пилинг-скатки. Я где-нибудь вставлю вам картинку, как она выглядит. Она мне очень нравится. Она прям такая, так скажем, ядерная и термо. Она действительно как будто снимает верхний слой кожи. И кожа совсем обновленная, кожа покрасневшая. И что касается меня, мне нравятся ощущения после как раз-таки той пилинг-скатки. Касаемо этой пилинг-скатки, она гораздо менее агрессивная. Она более мягкая, более нежная. Но, тем не менее, работает также неплохо. Также кожа разглаженная, кожа... Я бы не сказала, что направлена эта пилинг-скатка на матирование. По себе я не заметила, что кожа становится более матовой. Но, опять-таки, обновляется неплохо. Выкатываются, скатываются. Все нехорошие, особенно черные точки и что-то... Какие-то загрязнения на лице. Поэтому я такими штуками пользоваться люблю. Здесь очень приятный аромат. Достаточно ненавязчивый. Немножко цветочно-бодрящий что-то такое. И, девочки, если вы еще не пользовались пилинг-скатками, в составе которых есть кислоты, то я бы все-таки рекомендовала начать с вот этой более щадящей пилинг-скатки, потому что она более нежная. И далее уже переходить к той второй, про которую я вам говорила. Еще один продукт из этой линейки, который меня заинтересовал, и это действительно то, чем я не пользовалась никогда. Ни у одного производителя такое средство я не покупала. Это, эта же серия, безупречное очищение, White Detox, энзимная пудра для умывания лица, минеральное очищение. Здесь у нас действительно пудра, действительно порошок, который нужно насыпать на ладошку, немножко добавлять водички. Белита рекомендуют добавлять в равных пропорциях, и получается пенка. Пенка получается как раз-таки из категории очень удачных белитовских пенок. Очень нежная, не сушащая кожу, приятно пахнущая. Пенка, которая приятно умываться как по утрам, так и удалять остатки макияжа, поэтому энзимная пудра однозначно мне также понравилась. Опять-таки, этими средствами пользуюсь чуть больше недели, наверное, полторы недели, поэтому окончательного впечатления у меня про них нет, такого прям финального вердикта. Посмотрим хотя бы, когда дойду до середины, что я буду про эти продукты думать. Но первое впечатление очень положительное. Кстати, пилинг с каткой можно пользоваться аж два раза в неделю, поэтому предполагаю, что закончится. Она у меня гораздо быстрее, учитывая особенно, что в ней меньше объем, чем с каткой, которая у меня еще стоит от Белиты. Здесь же, касаемо объема, здесь 53 грамма. Так, мои хорошие, и мы подошли к финальной части моего видео. Кстати, именно по этой причине, по причине того, что у меня сейчас в руках все мои покупки стоят в коробочке, потому что очень удобная коробка с Beauty Bay ко мне пришла, я заказала себе палетку, которую я вам уже показывала в Инстаграме, в сториз. Я делилась тем, как она выглядит. И представляете, с того момента я ее ни разу не трогала, не открывала, потому что знала, что лучше она будет лежать вот здесь на дне в этой коробке, и я не буду до нее дотрагиваться, иначе не устаю и все-таки что-нибудь начну с ней делать. Но мне очень этого не хотелось, потому что я себе пообещала пользоваться только теми средствами, которые я выбрала для этого месяца, особенно что касается теней, и не переходить на что-то другое. Поэтому эту палетку берегла как единицу ока. Речь у нас, кстати, идет про палетку от BH Cosmetics, которая называется Gilded Palette, и серия называется Glam Reflection. Здесь у нас 15 оттенков, половину из которых составляют шиммеры, и половину из которых составляют матовые оттенки. Также здесь у нас есть один розовый доохром, который доохромит розовым золотом. И, насколько я поняла, здесь еще есть один доохромный оттенок, но я его пока не нашла, потому что еще свотчи не сделала. Естественно, сейчас я вам свотчи покажу, либо свотчи покажу уже видео, в котором я буду делать обзор на эту палетку, и макияж с этой палеткой. Это первая палетка от бренда BH Cosmetics. Кстати, вы заметили, что здесь также есть зеркало. До этого ничем от этого производителя я не пользовалась. И, девочки, говоря про бренды, которые я хотела бы попробовать именно в этом году, BH Cosmetics входил в лист, мой список этих брендов. И, наконец-таки, я до этого производителя добралась. Поэтому, да, палетку будем обязательно тестировать. Я думаю, что нетрудно заметить, что здесь достаточно интересная цветовая палитра. Я не могу назвать ее суперяркой, я не могу при этом назвать ее совсем повседневной. Здесь есть и что-то поярче, и что-то поспокойнее. Здесь, кстати, пластик, и он, как вы видите, все отражает, что у меня стоит. Поэтому я стараюсь не светить им сильно в камеру. И с обратной стороны у нас продублирован состав. И пометка о том, что это cruelty free, что этот бренд не тестируется на животных, и что это одна из четырех палеток в их линейке. Как я вам уже сказала, палетку заказывала на Beauty Bay. Там есть все четыре варианта. Вот эта желтая упаковка, и такая желтоватая, что ли, цветовая гамма, розовая палетка. Там что-то более розоватое, что-то более нежное. Синяя палетка, она для таких смоки конкретных. И я не помню, какая еще палетка. Но какая-то еще одна палетка там также присутствует. Поэтому, если вам интересно, то заглядывайте. Очень часто на них бывают скидки. Итак, мои хорошие, это было все, что я вам хотела показать. Все, о чем я хотела поделиться. Все мои последние покупки. Как всегда, жду от вас обратной связи. Если вы чем-то пользовались, то обязательно оставляйте ваше мнение в комментариях. И на этом я с вами буду прощаться. В конце видео, как всегда, желаю вам отличного дня, чудесного настроения. И всем пока! До новых встреч!